Сегодня у нас заключительная лекция по основам хирургической стоматологии. Это базовая сердечно-легочная реанимация. Актуальность этой темы это такое внезапное состояние, внезапная остановка кровообращения. Это ненасильственная смерть вследствие прекращения механической активности сердца, которая приводит к отсутствию циркуляции кровотока и является одной из ведущих причин смертности в мире. В Российской Федерации смертность от внезапной остановки кровообращения составляет около 300 тысяч человек в год. В США во внебольничных условиях около 400 тысяч человек в год. Смертность более 90%. В странах Европы около 600 тысяч. Ранняя реанимация очевидцами использования дефибриллятора в первые 1-2 минуты способствует оживлению более 50-70% случаев. И здесь представлены также статистические данные Европейского Союза по советам реанимации. Итак, сердечно-легочная реанимация – это оживление организма от латинского приставка, выражающая возобновление, повторность и аниматор, дающий жизнь. Это совокупность мероприятий по оживлению человека, находящегося в состоянии клинической смерти, направленных на восстановление резко нарушенных или утраченных жизненно важных функций организма. Ключевую роль в развитии отечественной реаниматологии внес академик Владимир Александрович Неговский. Он ввел определение сердечно-легочной реанимации и постреанимационной болезни. Занимался вопросами оживления. Так, стадии умирания – это агония, клиническая смерть, смерть мозга, биологическая смерть. Последовательность развития симптомов остановки сердца – это через 5 секунд после остановки. Артериальное давление не определяется. Через 10 секунд сознание выключается, возможно, судороги. И через 15 секунд – непроизвольная идентификация или мощь и спускание. Через 30-40 уже происходит расширение зрачков. Процесс умирания включает в себя 4 стадии. Как мы уже перечислили, длительность этих стадий может быть различной и развивается от разных причин. В среднем через 5 секунд после остановки сердца – кровообращение. Артериальное давление не определяется. Как вы уже сказали, да? Пропадает мышечный тонус, наступает атония и арефлексия в конце. Какие же реанимационные мероприятия проводятся? В агонии при наличии признаков клинической смерти. Признаки клинической смерти – это отсутствие сознания, отсутствие дыхания, отсутствие эффективной сердечной деятельности, широкие зрачки, атонии и рефлексии. Конечно же, реанимационные мероприятия лучше начинают в состоянии агонии у пострадавшего, для того, чтобы не достичь той стадии перехода с признаками клинической смерти. Итак, реанимационные мероприятия не проводятся. Статья 66 Федерального закона 21 ноября 2011 года, 323 Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Первое. При состоянии клинической смерти, остановке жизненно важных функций организма человека кровообращения и дыхания потенциально обратимого характера на фоне отсутствия признаков смерти мозга и на фоне прогрессированного достоверно установленных неизлечимых заболеваний или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью и при наличии признаков биологической смерти человека. Здесь, конечно же, это важно знать, да, когда они не проводятся на законном уровне. Итак, признаки биологической смерти. Их делят на 4 группы. Первое – это функциональные признаки, отсутствие сознания, дыхания, пульса, артериального давления, отсутствие рефлекторных ответов на все виды раздражителей. Второе – это инструментальные признаки, электроэнцефалографические и ангиографические, то есть смотрим работу мозга, работу сосудов. И биологические признаки. Максимальное разрешение зрачков, бледность и лица, нос, мраморность, пятнистость кожных покровов, и трупные изменения. Ранние признаки и поздние признаки. Так. История вопроса изучалась такими учеными, как Сафаром и Владимир Александровичем Неговским. Им был создан Совет Европейский Совет по реанимации. Эта организация занимается разработкой и внедрением рекомендаций по реанимации. Он был и в 2004 году. Был создан Российский Национальный Совет по реанимации, который в настоящее время является эксклюзивным представителем Европейского Совета по реанимации на территории Российской Федерации. И осуществляет перевод рекомендаций по реанимации их внедрению в практику. Непосредственной причиной остановки сердца и остановки кровообращения является нарушение сердечного ритма. Желудочковая тахикардия без пульса, фибрилляция желудочков, электрическая активность сердца без пульса и асистолия. При желудочковой тахикардии без пульса и фибрилляции желудочков показано проведение дефибрилляции с целью восстановления автономной работы сердца. И здесь мы видим табличку, да? Это базовые реанимационные мероприятия и автоматическая наружная дефибрилляция, расширенные реанимационные мероприятия, реанимационные мероприятия, которые уже проводятся в стационаре. Так, алгоритмы оказания помощи представлены в виде постеров, да? Сегодня будем разбирать оказание первой медицинской помощи базовые реанимационные мероприятия, да? Которые нам не нужны. И они, в принципе, очень схожи. То есть это нет сознания, нет дыхания. Вызываем экстренную службу. Делаем 30 компрессий грудной клетки, 2 искусственных вдоха. Продолжаем сердечно-легочную реанимацию 30 к 2, то есть 30 компрессий, 2 искусственных вдоха. И когда появится автоматическая наружная дефибрилляция, следовать голосовым командам прибора. Алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации проводится на месте несчастного случая. Если нет, опасность. Транспортировка, конечно же, запрещена пациентам. Первое и самое главное, перед тем, как оказывать помощь пострадавшему, нужно убедиться в собственной безопасности. Не стать спасаемым, конечно же, это главное. Второе – это транспортировка пострадавшего, категорически которая запрещена, при условии, если нет непосредственной опасности. Для расшифровки этого аспекта обратимся к причинам внезапной остановки кровообращения. Итак, причины внезапной остановки сердца. Внутренние, то есть трома болея легочной артерии, острый факт миокарда, острое нарушение возголовного кровообращения, нарушение ритма, интоксикация. И внешние. Внешние, как мы видели на прошлой картинке, это поражение электрическим током. Видимо, коллега спасал коллегу. Падение предметов с высоты, теракт, пули, перестрелка, применение управляющих химических веществ и других опасных веществ. Итак, здесь мы сейчас переходим к разборке алгоритмом проведения сердечно-легочной реанимации. Первое. Мы видим пациента, заходим, он лежит на полу. Первое. Мы оцениваем сознание. Встряхиваем за плечи и спрашиваем, что с вами случилось или с вами все в порядке. Обязательно громко спрашиваем. Если пострадавший не реагирует, то необходимо громко позвать на помощь окружающих. Если вас окружает толпа, то лучше определить помощника. Критерии помощника здесь тоже так же есть. Это готовый помочь, эмоционально устойчивый, физически крепкий, возраст от 20 до 55 лет и специальность. Приоритет, конечно же, медицинское образование или экстренной службы. Алгоритм проведения. Переходим. Третий – это оцениваем дыхание. Открываем дыхательные пути, прием сапара вспоминаем. И оцениваем дыхание в течение 10 секунд. Вижу, слышу, ощущаю. Здесь мы используем маневр открытия дыхательных путей. Одна рука у нас располагается на лбу пострадавшего, другая – подбородок, который выводит нижнюю челюсть вперед. И запрокидываем голову. Цените дыхание в течение 10 секунд. Вижу, слышу, ощущаю. Нормальное дыхание за секунду составляет более двух втохов. Если дыхание реже или отсутствует, то необходимо вызвать помощь. Вызываем скорую помощь или экстренную бригаду по внутреннему телефону какого-либо леченопрофилактического учреждения. Когда мы вызываем скорую помощь, мы говорим, что мы говорим? Конечно же, скорую помощь вызывают 112, либо 03. Здравствуйте, меня пациент примерно в 30 лет находится без сознания, без дыхания, без... пульс дыхания сознания, да? Находится на такой-то улице, например, на улице Пушкина 8, на втором этаже доложила, например, Иванов Иван Иванович доложил. Это обязательно, чтобы скорая, конечно же, знала, куда приехать. И приступаем к непрямому массажу сердца. Руки располагаем в замок на центре грудной клетки, как показано вот на картинках, да? И приступаем к непрямому массажу. Давление руками на грудину выполняется весом туловища примерно на глубину 5-6 сантиметров с частотой 100-120 в минуту, да? Правильно проводим непрямый массаж сердца. И, конечно же, полную, необходимо полная декомпрессия грудной клетки и избегать перерывов проведения. После 30 компрессий, да, на груди на пострадавшего необходимо осуществить искусственное дыхание рот к рту. Для этого следует открыть дыхательные пути пострадавшего, запрокинуть голову, поднять подбородок, зажать нос двумя пальцами и сделать два вдоха искусственного дыхания. Вдохи искусственного дыхания выполняются следующим образом. Необходимо сделать свой нормальный вдох, герметично обхватить своими губами рот пострадавшего и выполнить равномерный выдох в его дыхательные пути в течение 1 секунды, наблюдая за движением его грудной клетки. Ориентиром достаточного объема является начало подъема грудной клетки, определяемого у участников оказания первой помощи, да, визуально. После этого продолжать поддерживать проходимость дыхательных путей. Необходимо дать пострадавшему совершить пассивный выдох, после чего повторить вдох искусственного дыхания, так же, как описывалось выше. На два выдоха должно быть потрачено не более 10 секунд. Не следует делать более двух попыток вдохов искусственного дыхания в перерывах между давлением руками на груди на пострадавшую. Так. Сказали, да, объем искусственного вдоха 500-800 мл, время вдоха 1 секунда. При неудачной попытке не тратить время приступать к прямому массажу сердца. Так. Ключевые моменты какие? Последовательность, массаж грудной клетки, дыхательные пути, дыхание. Соотношение компрессии вдох-выдох в 32, да, основные моменты перечисляю. И глубина компрессии 5-6 см. Частота 100-120 минут. Достаточно упорная работа, да? При проведении что нужно помнить? Проводить непрерывные циклы непрямого массажа сердца или искусственного дыхания до прибытия специализированной помощи или не менее 30 минут. То есть в течение 30 минут неэффективно, прекращаем делать. Если скорая приехала раньше, то уже скорая берется на себя, она выполняет сама. Проводить смену реаниматоров каждые 2-4 минуты и прекращать сердечно-легочную реанимацию при появлении признаков жизни. Это вот взято из постановления правительства о подтверждении правил определения момента смерти человека, в том числе критериев и процедуры установления смерти человека. Правила прекращения реанимационных мероприятий и форма протокола установления смерти. И мы должны помнить, что опасения нанести пострадавшему травму не должно останавливать от проведения базовых реанимационных мероприятий. Не бойтесь. Какая же основная задача это сердечно-легочная реанимация, временное поддержание коронарного и мозгового кровообращения на минимально достаточном уровне и обеспечение доставки кислорода до восстановления естественной сердечной деятельности. Но также возникают ошибки и сложнения при выполнении реанимационных мероприятий. К основным ошибкам при выполнении относятся нарушение последовательности мероприятий сердечно-легочной реанимации, неправильная техника выполнения давления руками на груди на грудину пострадавшего. Это неправильное расположение рук, недостаточная или избыточная глубина надавливаний, неправильная частота, отсутствие полного поднятия грудной клетки после каждого надавливания и неправильная техника выполнения искусственного дыхания. Это недостаточное или неправильное открытие дыхательных путей, избыточный или недостаточный объем вдумаемого воздуха. Также неправильное соотношение надавливания руками на грудину и вдохов искусственного дыхания. Время между надавливанием руками на грудину пострадавшего когда превышает 10 секунд также является ошибкой. Самым распространенным осложнением сердечно-легочной реанимации является перелом костей грудной клетки, преимущественно ребер. Наиболее часто это происходит при избыточной силе надавления руками на грудину пострадавшего. неверно определенной точки расположения рук и повышенной хрупкости костей например у пострадавшего пожилого и старческого возраста. Конечно избежать и уменьшить частоту этих ошибок у осложнений можно при регулярной качественной подготовке. Где вы можете подготовиться в центре аккредитации где здесь представлены манекены чтобы отслеживать это все. Итак повторим еще какие же показания к прекращению сердечно-легочной реанимации. Реанимационные мероприятия продолжаются до прибытия скорой медицинской помощи сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь и распоряжение сотрудников этих служб о прекращении реанимации либо до появления явных признаков жизни у пострадавшего. В случае длительного проведения реанимационных мероприятий возникновения физической усталости участника оказания первой помощи необходимо привлечь помощника к осуществлению этих мероприятий. Мы уже говорили какой же критерий этих помощников. Большинство современных отечественных и зарубежных рекомендаций по проведению сердечно-легочной реанимации предусматривает смену через каждые две минуты как мы уже говорили даже не две четыре минуты или спустя пять-шесть циклов надавливания вдохов. Реанимационные мероприятия могут не осуществляться пострадавшим с явными признаками нежизнеспособности разложения или травмы несовместимой жизнью либо в случаях когда отсутствие признаков жизни вызвано исходом длительного существенного неизлечимого заболевания например онкологического базовое реанимационное мероприятие да наверное это не очень сложно а здесь конечно достаточно шутливая циничная шутка но она имеет место быть и так вот мы разобрали основные принципы действия алгоритмы при сердечной легочной реанимации которые вы должны будете знать обязательно как это все выполняется последовательность и обязательно это все отрабатывать в центре аккредитации так как это у вас будет в аккредитационном экзамене самом важном экзамене в вашем выпуске то есть достаточно основополагающая лекция которая вам будет сильно нужна спасибо за внимание лекции закончились лекции